Вебинар, запись, я думаю, будет, Татьяна. Также у нас есть линейка мероприятий. Что за мероприятия? Мы проводим один раз в месяц посвящение к путешественнике. Многие стремятся на него попасть. Каждый раз это разный формат. Возможно, это будет какая-то экскурсия куда-либо, на рафтинг, например, либо игра в пинтбол, либо это просто какая-то пляжная вечеринка. Ну вот, например, просто вам для примера, чтобы вы все понимали, 11 ноября у нас будет ближайшее посвящение. Оно у нас пройдет под названием «Тысяча и одна ночь». Там у нас будет все такое в осочном стиле. Мастер-классы по танцу живота, по мехенде. То есть каждый раз мы стараемся вас радовать чем-то новым. Какие-то интересные мастер-классы, какие-то новые тематики. Это у нас проходит на посвящении. Ну и, конечно, главная цель этого мероприятия – это честование новеньких ребят, подарки и знакомство со всеми остальными ребятами. Что дальше? Дальше у нас есть мероприятие по игре. Вы все знаете игру РБ2, я думаю. Мы проводим здесь живые мероприятия на острове Вали, где делимся опытом, внедряем новые фишки. Это такие полезные мероприятия по обмену опыта. Также у нас есть арт-встречи, где мы вместе рисуем и знакомимся со своей бессознательной частью. То есть, если вы слышали про арт-терапию, то есть тоже такие психологические проработки мы здесь устраиваем. Потому что у всех ребят разные запросы, и мы стараемся сделать эти мероприятия как можно более разнообразными. То есть и от психологических, и от эзотерических, и заканчивая уже мероприятиями, которые увеличивают ваш доход. Вот. Собственно, это основные. В компании есть свои байки. Вы можете арендовать байки в компании по очень такой вкусной, хорошей цене. Ольга-психолог. Да, Ольга, отлично. Возможно, когда вы приедете на Бали, сможете привезти для нас какое-то интересное мероприятие. Поэтому будем вас очень ждать, чтобы мы с вами что-то организовали совместно. Сейчас как раз у нас в новой деревне будет очень классный зал для подобных мероприятий, где будем заниматься все вместе. Поэтому приезжайте, Ольга. Вот. То есть есть аренда байков. Компания байк стоит 500 тысяч. Это примерно 40-50 долларов. Это на самом деле очень недорого. Байки достаточно новые. И если к вашему приезду будет свободен байк, мы обязательно предоставим. Если байка от компании не будет, расскажем, в каком месте лучше всего снять байк. Это основные моменты, что касается по услугам, которые мы предоставляем. А, и самое главное, чуть не забыла, вход в игру. Для тех, кто приедет на Бали, у нас есть скидка 50% и в игру можно войти за 4 тысячи рублей. Про этот бомб все скажу в конце ребинара. Скину вам небольшие подарочки. Вот. Сейчас я хотела бы передать слово Дине. Дина у нас путешественница с большим стажем. Она 5 лет гуляет по нашей планете, ведет блог. Также она работает в компании РД2 и проводит скайп-консультации для вас, дорогие мои. То есть вот сейчас консультации вы можете взять у Дины. Поэтому я сейчас предлагаю вам взять блокноты, ручки, записать основные моменты, которые для вас будут важны. Если у вас останутся какие-то вопросы, мы в конце вебинара скинем вам все ссылки. Вы запишите на скайп-консультацию и уже поговорите с Диной более предметно. Потому что я, ну, прекрасно вас понимаю, я сама два года была на вашем месте. Могут быть какие-то вопросы, которые вам не всегда удобно задать в чат, что-то индивидуальное. И с проблемами все это можем проработать в личном общении. Вот. Ну и сейчас давайте послушаем основные моменты. Если будут какие-то уточнения, можно задавать их по ходу. Так, давайте я сейчас включу презентацию. Ребят, скажите, пожалуйста, презентация поехала, запустилась у вас? Поставьте плюс, если у вас все хорошо отображается. Отлично. Ну, Судяночка, садись. Привет, друзья. Меня зовут Дина Петкова. Я уже пять лет работаю удаленно и путешествую по миру. Последние где-то года полтора, но большую часть времени, я провожу на Бали. Потому как это, на самом деле, мое самое любимое место на планете. Я много где была, много где жила, но в Луше Бали еще ничего не нашла. Так, особенно сейчас, когда у нас тут очень большая русская компания. Всегда интересно, всегда весело. Поэтому я всем советую, кто хочет начать путешествовать, начать с Бали. Просто это вот самое классное место, где очень легко адаптироваться, легко стать крутым путешественником и уже только потом поехать дальше. Так, сейчас я вам хочу рассказать, в принципе, всю специфику путешествия именно на Бали. С чего начать, как тут готовиться и все-все-все нюансы. Так, сейчас загружаю второй слайд. Итак, в первую очередь визы. Визы в Индонезию, их на самом деле много, но мы пользуемся в основном тремя типами. Первый тип – это 30-дневный штамп, бесплатный. Он действует только для России. То есть, если вы хотите приехать ненадолго, то самый лучший вариант просто в аэропорту поставить вам штамп, и 30 дней вы можете спокойно быть в Индонезии, расслабиться и получать удовольствие, но после этого вам обязательно нужно вылететь со стороны. Если вы хотите прилететь больше, чем на 30 дней, то вы можете получить визу по прилету. Для Казахстана нужна виза, сейчас я подробнее расскажу. Визу по прилету. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, отлично. Тогда еще раз. Виза по прилету. Виза по прилету стоит 35 долларов. Она получается... получают ее в аэропорту. Она действительно для россиян и для белорусов. То есть, если вы хотите прилететь больше, чем на месяц, то вы можете купить такую визу в аэропорту и потом продлить ее еще на Бали, еще за 35 долларов. Таким образом, вы можете находиться на острове 2 месяца, не вылетая с острова. И последний тип визы – это социальная виза. Вот как раз для Казахстана и Украины она очень популярная. Эту визу нужно получать в посольстве Индонезии в другой стране. То есть в Индонезию вы не можете прилететь без этой визы. Ее лучше всего получать в Малайдии, например, в Котакинабау, Куау-Лумпуре или Сингапуре. Также можно получить в Бангкоке. В Киеве в последнее время ее плохо очень выдают, поэтому я всем ребятам советую просто планировать свое путешествие так, чтобы перед Бали залететь именно в другую страну, сходить в посольство, получить эту визу и уже потом прилететь на Бали. Для этой визы, в принципе, ничего особенного не нужно. Там только билет обратный. Билет обратный можно сделать без оплаты, поэтому это не проблема, если вы хотите прилететь с билетом в один конец. И ксерокопию паспорта, две фотографии и все. То есть по факту ее легко получить. Эту визу дают на два месяца, она стоит 50 долларов, и ее можно продлить еще на 4 месяца. То есть мы вот на самом деле, мы все живем в такой визе, получается, мы можем вылетать с острова как раз в полгода, и полгода жить на острове не парить с мужем. Да, вот про обратный билет тоже вопрос. Можно сделать билет обратный, не оплаченный. То есть по факту вы бронируете билет, его не оплачиваете, распечатываете, и этого достаточно. Мы потом в конце вебинара дадим вам бонусом методичку, в которой будет более подробно написано, как сделать билет. Ну, может, а на какой таможне такой... Как бы вообще, я не знаю, никогда в жизни они не проверяли эти билеты, и они выглядят абсолютно одинаково, как оплаченные, как неоплаченные. Да, скорее всего, мне кажется, что он ее просто неправильно оформил. У нас в методичке будет подробно написано, как его оформить правильно, так, чтобы они 100% к вам не прикопались. Так, давайте дальше пойдем. С видами разобрались. Как найти билет? Многие говорят, как ты можешь летать на Бали, что это очень-очень-очень дорого. На самом деле, большинство людей ищут билет сразу. Они пишут, например, Москва, Бали, Новосибирск, Бали и так далее. Таким образом, им в поиске билет вкладят только дорогие билеты. Чтобы найти билет более дешевый, нужно искать через промежуточные города. Например, Москва, Бангкок, Бангкок, Бали. Там Москва, Коулумпур или Москва, Сингапур, Сингапур, Бали. Так как, когда вы прилетите уже в Азию, в Азии летают лоу-косты. Это очень дешевые самолеты, которые стоят там буквально 50-100 долларов, или даже меньше, в зависимости от акции. И на них уже спокойно летать по всей Азии. Поэтому обязательно смотрите разные промежуточные пункты. Когда вы будете оформлять такие билеты, спланируйте, чтобы у вас между самолетами было хотя бы часа 4. Потому что очень много где нужно не то, что там даже из одного терминала приходить, а еще и переезжать. Например, в Бангкоке два аэропорта, и Air Range, это самый популярный лоу-кост, он летает из другого аэропорта, не международного. А в Куалампуре, по-моему, два терминала, в Сингапуре один аэропорт. Но как бы эти моменты лучше всегда иметь побольше времени в запасе, чтобы расслабиться, не бариться и спокойно прилететь и не опоздать от самолета. Самые лучшие поисковики это SkyScanner и Air Sales. Когда вы ищете билеты, есть еще такая фишка, что пользуйтесь браузером инкогнито и чистите куки. Так как браузеры, они такие наглые, они, короче, запоминают ваш поиск, и потом вам билеты предлагают все дороже, дороже и дороже. Поэтому обязательно чистите куки, заходите через браузер инкогнито, например, в Кроме есть такая функция, тогда вам будут самые-самые дешевые билеты. Также иногда летают лоу-косты, можно посмотреть, ой, не лоу-косты, чартерные рейсы, можно через чартерные рейсы. Чаще всего это Москва-банклот бывает, там по 400 долларов, например, билет стоит 1 доллар. Тоже можно найти себе варианты. Но, на самом деле, я такими вариантами редко пользуюсь, потому что они в последний момент это не очень удобно. Я предпочитаю планировать свои поездки заранее. Далее. Страховка. На самом деле, я всем рекомендую делать страховку, потому что в Азии, особенно в первый месяц, к сожалению, люди часто попадают в какие-то проблемы. И это я даже говорю сейчас не про то, что умеет убивать, что люди в аварию попадают, какие-то проблемы с паренью, но и значит, что сгорел на солнце до такой степени, что там какие-то ожоги пошли. Там, не знаю, подскользнулся, упал и так далее, там отравился чем-то, там еще какая-то. Ну, лучше такие болезни какие-то, которые просто идет адаптация организма к новой стране. И желательно, чтобы у вас была страховка. Самая хорошая страховка, вот, согласие и либерти. Ну, они на самом деле самые дорогие, конечно. И когда вы будете смотреть страховку, обязательно уточняйте следующий момент. Во-первых, многие страховки, например, на год, допустим, страховка, но за границей можно находиться не более, там, двух-трех месяцев. Поэтому при оформлении страховки выясните этот вопрос, сколько времени можно находиться, да, за границей. Потом, некоторые страховки требуют платить какую-то фиксированную сумму, а все, что больше, они покрывают. Это не очень удобно для людей, например, с детьми. Да, это для россиян страховки. Ну, вообще, в принципе, они все страховки хорошие, потому что у них ассистансы одни и те же. Поэтому можно сильно не заморачиваться. Главное, посмотрите, чтобы у них вот были все вот эти нюансы, о которых я сейчас говорю. Например, у Альпы страхование, по-моему, сейчас стало, что ты, допустим, идешь к врачу, ты должен заплатить там за открытие страховки, что около 30 долларов, а все, что свыше, платит страховая. То есть, если вы, например, с ребенком, и вам надо там 10 раз сходить в больницу, это как-то, ну, совсем не выгодно. Поэтому этот момент уточните. Также еще, ну, вот насчет либерти, страховки, не знаю, но у вас есть свои страховки, в которых тот же самый ассистан, что и у российской. Вот, поэтому обязательно уточните эти моменты насчет страховки, насчет того, еще... А, еще такой момент, что некоторые страховые компании говорят, что вы должны оплачивать все сами, а потом, типа, приедете в Россию и это... и тогда мы вам деньги отдадим. Такое лучше не подписывайтесь к компании, потому что, ну, это неудобно. Важно, чтобы вы ничего не платили, например, ну, максимум, там, оставили, не знаю, паспорт, залог и все, чтобы при необходимости медицинской помощи вам ее оказали без лишних вопросов. Как бы, как пользоваться страховками, наверное, все знают. То есть, там, где выдается вам телефон, вы при каком-то проблеме сначала звоните на этот телефон, и вам уже там говорят, в какую больницу поехать и что делать. Не наоборот, то есть, не сначала вы едете в больницу какую-нибудь дорогущую, а потом вам страховая компания говорит, что она с ней не работает, и хватите все сами. Когда оформляют страховку, там есть такой еще нюанс, страховка спортивная. То есть, вот, если вы катаетесь на мотобайке, а в Азии у нас все катаются на мотобайке, то по обычной страховке вам и выходит такие, если с вами что-то случится. Поэтому лучше брать страховку спортивную. Ну, если у вас нет такой возможности, то у нас часто бывали случаи, что люди просто говорили, что они там не с мотобайка упали, например, не знаю, не знаю, подскользнулись упали. Но, конечно, лучше все-таки сделать хорошую страховку, потому что, ну, на своем здоровье не стоит экономить. И, к сожалению, у нас на острове бывают такие случаи, когда люди не делают страховку, а потом попадают на операции, там, по 10-15 тысяч долларов. Поэтому, ну, лучше один раз заплатить, чем потом вот так вот по 15 тысяч долларов платить за операцию. К сожалению, здесь очень дорогая медицина, и даже, там, банальное, там, не знаю, зашивание раны, там, 200 долларов стоит. Хотя бы, хотя бы себе на несколько месяцев делать, если вы, например, планируете надолго, а потом уже решите дальше. Так, дальше. Банковские карты. Здесь вообще нет проблем со снятиями наличных, если у вас есть виза и мастер-карты. Такой нюанс. Обязательно имейте с собой несколько банковских карт, потому что вы можете потерять, у вас могут ее украсть, у вас ее могут заблокировать. Чтобы не остаться без карты, да, у вас должна быть всегда хотя бы одна запасная карта, которая будет где-то дома лежать, и все. То есть вы одной пользуетесь, другая лежит дома, на всякий случай. И также, ну, бывает, что, например, по визе или по мастер-карту получается снять деньги, то есть у вас есть вторая карта, так? Поэтому я советую взять несколько карт, нескольких банков, чтобы уже никогда проблем не было. Если вы хотите брать наличные, то берите с собой доллары. Рубли вообще не берите. Здесь курс, но просто вообще очень-очень маленький, мало где меняют, и нет смысла. Деньги, когда снимаете в банкомате, то они сначала из рублей переводятся в доллары, и в долларах уже в местную валюту. Как бы получается двойная конвертация. Плюс за снятие еще идет где-то, ну, вот у меня с российской картой где-то 150 рублей за одно снятие, вот, уже комиссия дополнительная. Еще обязательно проверьте, чтобы у вас сим-карта, в которой регулярно на банке, она работала за границей. Если это в Мегафон, МТС или Билайн, то они все работают за границей. Но бывают такие операторы, которые либо не поддерживают связь за границей, либо бывают еще корпоративные тарифы, которые тоже за границей не работают. Поэтому этот момент тоже сразу выясните, чтобы потом не остаться, чтобы вы не смогли в онлайн-банах, да, зайти. И возьмите с собой какой-то дополнительный телефон, какой-нибудь там старенький, чтобы у вас всегда эта симка там была вопнута. Потому что если ей не пользоваться несколько месяцев, то она сдохнет. Ну и как вариант для самых параллельных, у меня просто такие проблемы были, я сим-карту оформила на маму. И у меня, если она, что-то с ней что-то случится, то я могу маму попросить, она восстановит, и потом мне просто будет диктовать пароли. Не очень удобно, но все. Карта Visa, Visa Electron, по-моему, не работает. Visa MasterCard. Если долларовая карточка, ну вообще нет, по-моему, на всем острове нету банкомата, где можно снять доллары, тут все в местной валюте. Может быть один есть, но это заморачиваться долго надо. Проще уже в местной. Тем более, что смотрите, что так вы доллары переведете в местную валюту, да, потому что здесь, ну, долларами не рассчитываются, сколько местной валюты. Что вы в банкомате снимете в местную валюте, то у вас та же самая комбинация будет абсолютно. То есть без разницы. Так, еще вопросы есть по карте. Идем дальше. Это примерные расходы. Ну, на самом деле, это очень-очень-очень примерные расходы на то, сколько нужно денег в месяц, да, чтобы прожить на острове. Жилье. Жилье здесь идет 4 миллиона, ну да, это где-то средняя цена. Так, ну тут точно вкус. То есть, да, сначала идет конвертация в доллар, а потом в местную валюту, да. Вот у меня карты Сбербанк, Альфа-Банк, Чинькофф, Яндекс.Деньги, вот самые такие хорошие франты. Так вот, расходы. Значит, ну, очень примерное. Жилье, одноместное проживание 4 миллиона. Это за 4 миллиона это можно снять какой-то суперпростой домик, либо, например, комнату с общей или отдельной кухней, там, с ванной, да. Жилье с соседом 2 миллиона, ну, это если вы в одной комнате живете. Например, вы снимаете дом с двумя спальнями, соответственно, уже будет дороже цена. В майке где-то 600 тысяч рупий, 44 доллара, это на месяц. Еда тоже очень примерна, потому что, ну, на самом деле, зависит от ваших требований, от того, как вы привыкли питаться, потому что мы можем здесь поесть в кафе и за 80-100 рублей. Или, например, вот сейчас мы пиццу заказали, нам где-то рублей сколько. И 100-400 стоит, там, больше. Сколько стоит покупка былой байка на Бали? Новый. Новый стоит 20 миллионов рупий. Это сколько получается? 80 тысяч, да? 80 тысяч рублей. Ну, соответственно, был ручный, наверное, где-то, прям, 50%. Около 40 тысяч рублей. Бензин стоит, вот я заправляю свой байк где-то на 80 рублей, это где-то около 2 литров. Ну, в общем, говорю насчет расходов, очень примерно, на самом деле, мне кажется, это расходы на месяц, но примерно, я думаю, что ориентироваться нужно на сумму где-то хотя бы 700 долларов. Потому что вот здесь еще не учтена виза. То есть, в зависимости от того, приехали вы на месяц, например, по бесплатной визе, да, или у вас туристическая на 2 месяца, то вам ее нужно продлевать за 35 долларов, либо у вас социальная виза, которая нужна тоже, она на 2 месяца получается бесплатно, но она стоит 50 долларов, плюс потом ее каждый месяц еще продлевать по 3 тысячи рублей. Поэтому вы еще ориентируйтесь, во-первых, расходы на визу. Интернет, интернет почти везде в жилье бесплатный. А еще есть мобильный интернет. Мобильный интернет мы покупаем как запасной, то есть, ну, по острову катать, там где-то GPS включить или еще что-то на мобильнике, да, и плюс, если дома интернет плохой, то можно включить мобильный. Я покупаю 4 гигабайта интернета где-то за 200 рублей. Да, симка вот с интернетом. Симка бесплатная, интернет, вот, вот, 4 гигабайта 200 рублей еще, получается. Продукты. Да, 500-500 долларов вполне достаточно уже, чтобы так жить. Ну, естественно, если, например, вы приехали на месяц, и вы хотите еще там по всем эксклюзиям, по кататься, там, скататься на юг, на север и так далее, то рассчитывайте на большую сумму. Если вы приехали на полгода, вы можете это там все растянуть, что, ну, по бюджету это будет вам нормально. От этого тоже зависит. От того, какие будете кафешки, которые вы едите, допустим, у нас тут очень много ребят, семья с ребенком 5 лет, ну, смотрите, у нас есть кто с детьми на байках катается, и кто на машинах. То есть, если у вас там двое ребенок, то лучше на машине. Машина стоит 200 долларов где-то в месяц, это механика, и 300 долларов автомат. То есть, если вы в боем, допустим, там, с ребенком, ну, в смысле, допустим, мама ребенок, то они, в принципе, можно и на байке передвигаться. Ну, уже зависит от ваших мнений. Не все, некоторые боятся на байках кататься, как бы не очень просто на них кататься, довольно сильное движение, и болит, они такие бешеные, правила не соблюдают, поэтому это уже ваша ответственность. Расскажите, вы сесть на байках кататься, как бы у нас есть и такие-такие ребята. На экскурсии, да, на самом деле, на большинство экскурсий можно самим поехать, не нужно платить за это деньги. Если вы умеете ездить на байке, то вы просто сели и поехали, и платили за вход. Вход там стоит, там, 2 доллара. А из таких, а из дорогих экскурсий, ну, интересно, это, например, дайвинг. Тут есть затонувший корабль Второй мировой войны, и вот я в него ныряла, стоило это где-то около 80-100 долларов за два подвижения. Очень круто, такие интересные впечатления там, знаете, когда вы ныряете прямо в корабль, даже заплываете внутрь, вам там не видно, что сверху происходит, там вокруг красивые рыбы, растения, ну, это вот прям самоклассно, если по турецам, наверное. И еще интересно, по другам подняться, встретить рассвет. Тоже за это деньги стоит заплатить. А все остальные экскурсии, может, спокойно, бесплатно, не нужно за них платить. Сорфинг, да, есть, конечно, сорфинг стоит с инструктором 50 долларов в час, примерно, 40-50 долларов. Дайвинг, ну, я была с не русским инструктором, но есть и русские инструкторы. Тут как бы на все эти самые, на всех пути есть, что хотите. Мы живем, на самом деле, в Абуде. Абуд, он находится где-то в 40 минутах езды от моря, поэтому, если кто-то хочет приехать учиться сорфером, то я рекомендую все-таки жить поближе к морю, чтобы будет. Потому что сорфер, они, основном, там, в 7 утра начинают кататься, ну, самое у них оптимальное время, там, в 7-8 утра. И с 7-8 утра ехать из Абуды на море, это проблематично очень. А еще хотела сказать, цены на продукты. Продукты здесь стоят, в принципе, как в России, я бы даже сказала, наверное, дешевле. Я бы даже сказала, наверное, дешевле. Я, если честно, очень удивилась от цен, потому что мне кажется, что они стали намного-намного дороже. И последний у нас слайд. Это аптечка. Загрузилась? Лекарства здесь не очень большой выбор, поэтому лучше возьмите, если у вас есть какие-то специфические лекарства, то возьмите их с собой побольше. А так, ну, обычная и стандартная аптечка. Это какие-то обезбаливающие средства от управления, типа, там, очень проакцифированный угол, уголь и так далее. Какие-то средства от обеззараживания, если какой-то рана у вас будет, там, солнцезащитный крем, это не обязательно, потому что здесь они продаются, в принципе. Ну, какая же цена, как в России. Ну, знаете, здесь можно выйти из аэропорта, и пока вы до дома дойдете, вы тоже можете обгореть. Лекарства, да, ну, если вы их не огромными количествами везете, то, как бы, основные такие, можно, не знаю, мне ни разу ничего про лекарства не научат. Либо у вас должно быть разрешение от врача, если это что-то такое специфическое. Только обязательно их засуньте в багаж, не вручную платье, тогда они будут придираться. Ну, я вот сколько возила разных лекарств, такие стандартные набор, то у меня ни разу не спрашивают. Вода, закуплен в километр, ну, за воду здесь никогда не платят, в смысле, что он в этой платье всегда включается в стоимость дома. А за свет, вот мы заплатили, так, сейчас я скажу, примерно, стоит около 6-7 рублей киловатт. Ну, на самом деле, свет тоже, да, свет почти всегда тоже включен в стоимость аренды. Питьевая вода 15-20 тысяч, да, это за 20-ти литровую бутылку. Из-под крана здесь воду никто не пьет, и даже готовят на привозной воде. Потому что, в некоторой степени, очистка очень неплохая, поэтому не стоит расставать и пить воду. Тут некоторые люди даже выпить чистят водой не из-под крана. Что запрещается в Индонезе? Это вопрос про что? Про лекарства или про что? Вода... Большинство мероприятий, да, проходят в Угуде, но иногда бывают разные. Посвящение у нас в разных местах, в зависимости от тематики. Сейчас планируется в Угуде, которая следующая. Порядки права? А, ну вот так, кстати, я сказала вам про права. Вообще здесь требуются международные права. Вот знаете, в России есть такая книжечка, международные права. И если вас остановят полицейские, потребуют права, то обычные наши пластиковые права не прокатывают. Самое веселое, что украинцы, у которых нет такой книжечки, они им пофигу, они все равно требуют вот эту книжку, которой... Но в целом, даже если у вас никаких прав нету, вы можете просто дать им взять 50 тысяч в рут, или это где-то 200 рублей, и этого достаточно. Но если у вас есть права, то сделайте международные книжечку, и все, и тогда будете вообще не нужны. Прививки? Прививки никакие не нужно делать. Тут нет каких-то таких болезней. Скажу, что здесь очень много детей, потому что здесь, ну, сюда вообще приезжает много людей, рожать детей, там, модно всяко, естественные роды и так далее, и они все против прививок, поэтому здесь вообще никакой прививки не делают. У нас деревня стоит 2 до 3,5 миллионов примерно, в зависимости от того, какой именно. У нас там разные комнаты по условиям. Так, еще какие вопросы? А еще из запретов, ну, как и везде, здесь очень строго за наркотики, за перевоз наркотиков и так далее, грибы тоже запрещены, ну, и вообще всякие такие наркотические вещества, естественно. Я надеюсь, что, как бы, никто из вас это и не актуально ни для кого. Да, смертная казнь, поэтому это... Даже в аэропорту заходишь, там сразу такая табличка, типа, что, помните, за наркотики, за провоз наркотиков в этой стране смертная казнь. И реально здесь несколько месяцев назад европейцы просто казнили за перевоз наркотиков. Четыре миллиона. Нет, если дешевле, можно и за два с половиной, за три миллиона. В зависимости от ваших требований. Декабря обжидается... Да у нас сейчас очень много людей приезжает, и на ноябрь, и на декабрь. Преступность... Ну, вообще, очень у вас спокойный остров. Я здесь часто по ночам катаюсь, мне как бы не страшно. Если соблюдать обычные меры безопасности, да, там, для девочек не ехать там в открытой одежде по ночам в одиночестве, да, еще вот такая проблема, не возите на байке сумки через плечо их часто срывают. То есть сумки убирать в байк, ехать в какой-нибудь неоткрытой одежде, то вряд ли с вами что-то случится. Часто воруют на дорогих виллах, которые там, то есть вилла тысячи долларов в месяц, да, у них бывает, что там что-то продут. А в таком среднем жилле там чаще всего, но где-нибудь на Балийской территории там никто ничего не проделывается. Ну, собственно, нет, то есть низкая приступность намного меньше, чем в России. Сезон дождей, ну, сезон дождей, это на самом деле, вы не думайте, что дожди здесь идут круглые сутки. Нет, они в основном идут ночью, и это такой теплый дождь, как из душа вода. Это насчет резиновых сапог, мне кажется, мне будет жарко, проще просто косиком бегать. То есть дождь прошел, там, знаете, такие лужи-лужи, они мгновенно сливаются, и все равно не впитываются. То есть тут нет такого, как в России, когда холодно, дожди и грязь. Через 5 минут уже просыпаюсь, является сезон дождь резиновой сапоги. Жилье на двоих взрослых, ребенка в вашей деревне. У нас есть какое-нибудь? Давай, сейчас я вам решу Машу, она тоже будет отвечать. Ребята, я даже вам посаду, побеседуем с вами вдвоем. Так, смотрите, вопросы по поводу ребенка из жилья, да, в деревне. Тут зависит все от ваших потребностей, понимаете? Здесь сложно сказать, что для вас будет хорошо. Кому-то подходит одна комната просто с детской кроваткой. Такая будет стоить 3 миллиона, либо там 2,5. Кому-то нужен дом с двумя комнатами. Какой дом будет стоить, ну, от 4 миллионов, там, 5 миллионов. То есть, в зависимости, какие потребности. Если вот самый минимум, да, для вас принципиальное, вы рассчитываете на 3 миллиона. Вот. Что касается жилья, 3 миллиона, это у нас примерно 250 долларов, да? Так. Ну, 250 долларов, это такая, ну, нормальная комната будет. Но можно и дешевле. Можно и дешевле. Можно и дороже. И дороже. То есть, обычно просто люди приезжают, да, заселяются, а потом они уже либо находят себе компанию, может быть, снимают дома там на 2-3 спальни, либо там еще смотрят. То есть, ну, сложно так сразу вам сказать, какой вам комфорт нужен. Уже сами в этом по обстоятельствам поймете. Ну, вот мы сейчас дом за 4 миллиона снимаем, а за это вы за 3 миллиона снимаем. То есть, тут очень от ваших потребностей зависит. То есть, все мы разные, то, что хорошо мне, не факт, что будет хорошо вам, да? Мы изначально рассчитываем, ну, примерно 2,5-3 миллиона ориентируем. На человека. На человека, да, если скромный вариант. Если вам нужен бассейн, какие-то дополнительные штуки, там, стиральная машина, то будет, соответственно, конечно, дороже. Так, какие у нас тут еще вопросы остались? Есть ли опасность заразиться паразитами? Да, Татьяна, такая у нас есть. Это вообще, на самом деле, моя любимая тема. У меня лично что-то случается в этом плане. Я уже в свою страховую, у меня, кстати, согласие, что в больницу с паникадвери открываю. Ну, это Агия, ребят. Давайте уберем все лишнее чарование. Мыть руки, мыть овощи, там, фрукты, все на 10 раз. Паразиты здесь не дремлет. Но, сразу отмечу, специальных приливов не надо. Обычная гигиена, ну, внимательная, длительность к себе, к своему здоровью и наличие страховое, ну, это все, что вам вам нужно. Обязательно, страхуйтесь. Я вот в зеленого аккаунта, сейчас, пока Дина рассказывала, скинула ссылочку, там подумала ровно про страховую, сумму покрытия. То есть, давайте будем страховать себя, очень важно оформить страховку. Я, несмотря на то, что живу уже второй год, но у меня если заканчивается страховая, страховое покрытие, страховка, я обязательно делаю новую. Потому что я очень часто буду из больницы, к сожалению. Дина вот как-то редко, у меня постоянно. Поэтому руководство своим опытом очень рекомендуем. В декабре ожидается много людей. Да, в декабре у нас ноябрь. В ноябре очень насыщенный декабрь, очень насыщенный все дни рождения РД-2 покупают билеты специально, ну, чтобы попасть на мероприятие. Да, в декабре будет много билетов, плюс еще разыгрывается 10 билетов же у нас. Ну, и начнут уже приезжать туда. Ну, на зимовку обычно я вам скажу сразу, все приезжают всегда больше, чем на лето. Поэтому у нас будет весело, очень большая компания. Уезжайте. Так, преступность. Ну, про преступность Дина, в принципе, сказала, да, то есть чем мне нравится Бали? Титульная религия здесь хинду. То есть Балийские верят в богов, в демонов, в ангелов, и они сами по себе очень набожны. То есть они верят в карму, они не будут там специально делать плохо, но из любых правил всегда есть исключение. И туризм, он не в очень хорошем аспекте, это влиял, к сожалению, на местных жителей, и где-то что-то схитрить. Они не упустят свою выгоду. Поэтому просто будьте видительны. Преступность, она в принципе есть, как везде, но в большинстве своем Балийцы очень доброжелательны. То есть, если, ну, на моем опыте сравнивать их с сайтом, Балийцы более приветливые, более открытые такие ребята, очень верят в карму, и испортить себе будущее воплощение они, конечно, не хотят. Но из любых правил есть исключение, опять-таки, не стоит. Холостых парней много? Татьяна, отличный вопрос. Ну да, холостые парни, конечно, встречаются. Здесь очень много красивых историй любви на самом деле. Есть пары, которые уже 8 года вместе, которые познакомились как ДРД-2. Я в том числе, например, были свадьбы у нас уже в Россию, ребята улетали. И еще знаете, к слову о том, что Бали особенный остров, да, здесь мысль очень быстро материализуется. Поэтому формируйте установку себе позитивную, и у вас все получится. Ну, то есть, очень много красивых историй, таких сказочных я буду называть. Вот. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Поэтому приезжайте, будем устраивать лучшую жизнь. У нас в проекте есть класс, устроить вечер быстрых свиданий. Поэтому мы, вообще, знаете, у нас вот такая миссия, наверное, РД-2 на Бали, гармоничное развитие. То есть, мы хотим, чтобы наши ребята, которые приезжают сюда на остров, развивались гармонично во всех сферах жизни, в том числе и в личной. Поэтому РД-2 в этом плане ну вот, как-то будем делать мероприятия, чтобы какие-то встречи, знакомства интересные происходили, ну, и ребята общались между собой. Так, 3 миллиона двоих цена? 3 миллиона за комнату. Если вы будете там жить одна либо с кем-то вдвоем, ну, это от вас дать. 3 миллиона за комнату. У нас ссылки от участников не видны. Ага, алло. Спасибо. Давайте я вам тогда сейчас буквально 3 минутки скину вам со своего аккаунта ссылку на страховки. Они действительно не видны. чего-то я этот момент упустила сразу, что я с другого аккаунта вам скидывала. Я сейчас скину ссылку, там правила оформления страховых, на что нужно обратить внимание. И очень важный момент еще нужно будет посмотреть, оформляется ли онлайн страхование. так, сейчас у нас подгружается. Так, есть, почат? Через неделю приезжаем. Лена, тогда скиньте нам билеты, чтобы мы вас встретили в аэропорту. И, если вам нужна консультация, также можете ко мне записаться на консультацию. Как продлевается виза электронно? Нет, есть специальное агентство на Бали, вы просто даете туда паспорт, и они продлевают вам визу. Стоит это где-то около 700 тысяч или 600 тысяч рублей. 2,5 тысячи рублей. А уже, ну, отлично. Поэтому, в принципе, здесь у нас есть список проверенных компаний, да, мы все пользуемся одними и теми же компаниями. Есть русскоязычная, есть англоязычная, поэтому мы порекомендуем, конечно, вам куда именно обратиться, чтобы продлить визу. И все, вы можете им уже спокойно доверить свой паспорт, они приедут к вам прямо домой, возьмут паспорт, продлят визу, потом вернут паспорт, вы им заплатите деньги, соответственно, в следующем месяце еще и наполнят вам, когда вам нужно продлить. То есть тут без проблем вообще. В Сингапур можно, да, получить визу электронно. Так, еще. А еще про Сингапур, если вы едете, там есть транзитная виза на 4 дня. Например, если вы едите, допустим, Россия, Сингапур, Бали, и у вас есть уже билеты на Бали через 4 дня, вы можете бесплатно попасть в Сингапур. По визе рано? Ну, если у вас социальная виза, то нет, не нужно никуда вылетать. Наоборот, если вы вылетите, она сгорит. То есть вы 6 месяцев можете находиться на острове, где вылетает. Можете, например, делать туристическую визу и каждые 2 месяца вылетать с острова, если вам так интересен и спокойствие в других странах посмотреть. Есть разница стоимостью приобретения билета, если вы покупатель в Индонезии? По-моему, нет. Нет, разницы нету. Мой опыт, я летала недавно в Россию летом у нас как раз были проблемы с вулканом. То есть мне уже из России приходилось менять обратные билеты. Цена была такая же. Нет, тут разницы нету. Татьяна спрашивает, на каком языке разговаривают местные жители. Местные жители, тут есть 2 языка, есть индонезийский и балийский. Балийцы говорят на балининском языке, но они также знают индонезийский. К примеру, да, эти языки очень разные, например, если вы на индонезийском скажете спасибо, это будет звучать термокаси. На балийском это будет звучать секс-умо. То есть 2 разных языка, но в принципе они понимают и тот и этот. Английский тоже всегда поможет. Или если вы не знаете английский, не переживайте, язык жестов тоже всегда срабатывает. Да, они сами английский не особо знают, поэтому тут нет проблем в этом плане. Всегда можно объяснить. А Стэль спрашивает, а после 6 месяцев полетать обратно без проблем? Да, то есть социальную визу вообще можно оформить 3 раза, и когда у вас закончится 3 раза, то есть это полгода, да, грубо говоря, полтора года получается, нужно будет на 3 месяца влить в другую страну. Ну, либо там еще. Дешевле купить билеты? Дешевле купить билеты, если вы будете смотреть через скайсканер, например, через какие-то промежуточные города, как я уже говорила. Это либо Бангкок, либо Куаулумпур, либо Сингапур. Но вот сейчас, как показывает практика, многие ищут билет Москва-Куаулумпур, там какие-то китайские, по-моему, авиалинии, есть прям дешевые варианты. А из Куаулумпура добавили, там уже вообще дешево стоит билет. Вот вам еще рассылка. Пробуйте. Да, тогда эта виза будет называться не социальной, а туристической. Но такую туристическую визу можно потом также переделать социальной. То есть ее дают на два месяца также посольстве, да, потом вы отдаете в агентстве, вам ее просто переделывают социальной, и все, без спонсора, еще на четыре месяца. То есть можете, да, не заморачиваться, не делать письмо, просто сказать, что нужна туристическая на два месяца, но именно туристические, туристические они разные. Есть, которые можно получить в аэропорту, ее нельзя переделывать, а есть, которые можно получить по собственной. Такую визу можно переделать в Азии. Стоит так же путешествовать. Ребята, смотрите, я сейчас в час скидываю вам небольшой подарок такой, да, это методичка путешественника. Там записано все, о чем мы говорили сегодня, и даже больше. Там есть видео, как оформить стейковый билет, ссылки на все. Да, то есть не открывается вторая ссылка. Очень странно. Давайте я тогда попробую вам сокращенную скинуть на Google Документы. Вообще, я вижу, что ребята начали заходить, значит, это у вас может быть какая-то проблема с браузером. Вот так попробуйте на Google Документы. Вот, это ссылка на методичку. Пожалуйста, причитайте, ознакомьтесь со всей информацией максимально подробно. Там все есть. Если останутся вопросы, то записывайтесь на скайп-консультацию. Если вы еще отправили скайп-консультацию, сейчас мы с ними вам в чат ссылки, что нужно сделать. Вот открывается. Открывается, то есть, ты думаешь, ну и все. Это у нас ссылка на запись на скайп-консультацию. Пожалуйста, записывайтесь. И также скидываю сразу ссылочку на нашу группу РД2 на Бали. Мы там очень часто пастим полезные штуки, о том, как ездить на байке, какими страховыми пользоваться. То есть, ну, следите. Тут в темах очень много всего полезного. И по жилью, да, есть варианты, фотографии какие-то интересные, ну и много полезных. То есть, в принципе, следите, там очень много всего интересного. Также, кто, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, те, кто в ближайшее время планирует приехать на Бали. Есть, все точно такие. Есть такие ребята, да. Потом и рассказываем, рассказываем про Бали. Больше никому не актуально. Кто-то в ближайшее время едет на Бали? О, вот кто-то собирается. Отлично. Это радует. Один человек оборотит. Один человек здесь не придет. Два. Отлично, ребят. Тогда для вас сразу бонус я хочу скинуть, чтобы вы знали. Все мы знаем про игру РД2, у нас есть на нее скидка. Вот ссылочка на вступление в игру. Если вы решите вступать со скидкой, то есть, предварительно напишите мне, чтобы я предупредила тех в поддержку. Если вы прилетаете на Бали, вы можете воспользоваться этим бонусом. Да, и купить игру заранее, чтобы вы прилетете уже по всем вооружении. Потому что путешествие нужно монетизировать. То есть, те же дополнительные там 20-30 тысяч рублей к вашему основному источнику дохода, но они не лишние. То есть, тот же дом вы сможете оплачивать, а есть такие игроки, которые там и основные источники дохода по 80 тысяч рублей зарабатывают. Поэтому, что делаете? Если вы едете на Бали, оплачиваете вход и скидываете мне обязательно скрин, чтобы я знала, что вы оплатили. Консультации расписание у нас в группе, то есть, вы пишете Дине, да, и она вас записывает на свободное время, согласовываете. Консультации не только сегодня, они у нас последние 3 года идут постоянно. Вот, поэтому записывайтесь. Если остались какие-то вопросы, да, нерешенные, что-то, может быть, стесняетесь написать в чат, такое тоже может быть, записывайтесь на личные консультации, там все разберем. Так. Еще, ребята, какие-то вопросы есть? А если пока не едем на Бали в игру, то тогда, Анастасия, за 8 тысяч рублей вы просто приедете на Бали. Нет, если пока не едете, то есть, нам нужно знать конкретно, да, если вы через 2 месяца приезжаете, но у вас куплены билеты, мы идем на встречу, мы вам даем хоть в игру со скидкой, но если вы вообще абстрактно еще не приняли решение едете вы на Бали или не едете, то, к сожалению, нет, скидка войти нельзя. В принципе, мы всегда открыты, поэтому пишите, будем смотреть, когда вы приезжаете, в решении вашей ситуации. Так, Виктория спрашивает, где можно почитать про игру? Про игру. Сейчас скидем. Сейчас я вам скину ссылочку. Подождите буквально на минутку. Вот, я скидываю про игру, про информацию, про правила игры. Можно почитать. Потому что на Бали игра, но это очень хороший инструмент. Все ваши красивые фотографии с кокосами, ну, на это можно зарабатывать. Шум океана. Ну, это не совсем шум океана, это шум мимо проезжающих машин. Ну, ладно, на шум океана это шум у нас тоже бывает. Да. Ребят, вообще, вам остались какие-то еще вопросы? Пишите сюда, чтобы мы понимали, какие, может быть, у вас еще есть вопросы, да, в будущем вебинары готовили, ориентируясь на ваши вопросы. Также я буду в этом месяце проводить еще свои индивидуальные вебинары, вы можете тоже на них записаться. Вот, скидываю. Можно ваших ВК? Да, конечно, можно, я сейчас скидю свои данные, Денины. А если у вас есть еще какие-то советы, может, какие нам еще нужно провести вебинары, тоже напишите, вдруг вам что-то интересное за этой темой. Анастасия спрашивает, в чем суть игры. Игра это создание своего бренда и монетизация его с помощью партнерской программы РД2. То есть, вы будете писать посты, вы будете транслировать свою жизнь. И мы задим вам инструменты, как это все делать правильно и как при этом можно заработать. Сейчас скину еще деньги на ссылку. Ссылку на запись вебинара, где найти. Да, Татьяна, напишите мне личные сообщения, я вам скину. Я просто думаю, что будет их поддержка сделает еще общую рассылку своего бренда. Да, Алексей, верно. То есть, что такое вообще свой бренд, да? Вот, например, вы, Алексей Перепелкин. С чем ассоциируется ваше имя у ваших подписчиков? Вот с чем? Например, мое имя, да, у тех, ну, у жителей Улан-Дэ, например, ассоциируется девушка, которая переехала жить на Бали, зарабатывает в интернете, да, плюс я даю еще индивидуальные консультации, и это мой бренд, я его продвигаю. Вот, это свой бренд. То есть, вы как личность, вы продаете себя и с помощью своих социальных сетей, то есть, вы пишете о себе, даете какую-то полезность людям, например, проудаленную работу. И у нас на открытие продаж, 15-го числа, допустим, вы делаете свою партнерскую ссылку, РД-2, люди вам доверяют, потому что вы сформировали дальние линии, и вы покупаете ваши партнерские ссылки. Если вы на Бали, ну, как правило, продажа у всех выборов ставит, кто приезжает на Бали. Так, ребят, все ссылочки вам поскидывала, то есть, записывайтесь на будущие вебинары. Я буду в этом месяце проводить еще свои собственные вебинары тоже по путешествиям. Если есть какие-то вопросы, пишите лично, будем разбирать. Тина тоже проводит уже месяц свои индивидуальные вебинары. Тоже пишите, добавляйтесь, и плюс, думаю, что в следующем месяце мы что-то подобное еще раз устроим, посмотрим. Так, ребят, еще какие-то вопросы, что-то не разобрали? У нас с вами еще есть, в принципе, 7 минут можем о чем-то пообщать. Так, а вы что интересное тоже пишите. Да, то есть, может, какие-то политики вопросы интересуют по мероприятиям, по жоню, что-то не разобрали. Лайк. Так, ребят, если вопросов нет, тогда мы сейчас запустим опрос, поставьте, пожалуйста, оценки, насколько вам понравилось. Или не понравилось. А, вот вопрос. Подожди. Сезон дождей, ну, планируется, через месяц, Конец декабря, начало января, это сезон дождей. Где-то до апреля. Ну, не страшно, там не дождь, не круглый сенький, дождь, в основном по ночам, поэтому, и он очень теплый, это не как в России дождь. Наоборот, мы все ждем уже сезон дождей, потому что жара так растет. Наталья спрашивает, обучаем ли мы вождению на байке. Мы лично не обучаем, у нас есть инструктора, мы дадим контакты ребят, которые занимаются обучением на байке профессионально. Жилья на всех хватит? Да, Алексей, хватит. Всем найдем. Всем найдем, не переживайте, пожалуйста. Будем жить всем вместе. Партнерскую ссылку личную где взять? В вашем кабинете в Джаткмике Дмитриевне. То есть, у всех учеников вы должны зарегистрироваться в партнерке после обучения. У вас вообще, насколько я знаю, наставники проводят дополнительное обучение на эту тему с партнерским программом. Посмотрите в своем личном кабинете в Джаткмике. Спасибо. Спасибо. Так, ребят, ну что, если вопросов не осталось, тогда будем прощаться. Все, добавляйтесь в друзья, записывайтесь на будущие вебинары. Очень приятно было со всеми пообщаться. Очень понравились ваши вопросы. Желаем всем приветствовать на Вале. Мы рады были познакомиться лично, могу сказать. Будем вас встречать. Пока. Пока. До новых встреч. Продолжение следует...